Всем привет, вы на канале Лунные Янки, меня зовут Алекс Кокос, и сегодня мы разберём одно жуткое фанатское шоу, снятое в рамках вселенной Фейф Найтс от Фрейдис, за авторством чудаковатого художника Сквимпус Магримпус была короткая анимация под названием Скелет. После трёхлетней паузы 25 июля прошлого года на канале вышел ролик видео руководства Фазбер Интертеймент. Став вирусным, он дал зелёный свет целому вече с сериалу, созданному по канонам франшизы ФНАФ. В первой серии даётся инструкция по техническому обслуживанию аниматроников. Нам показывают, в какой последовательности следует разбирать их составные части. После челюсти рук снимается туловище, и хоть его содержимое цензурируется чёрным блоком, мы видим, как оттуда стекает чья-то кровь. Закадровый голос инструктирует забраться внутрь и принять свою смерть. Название следующего видео «Проверка моторики Бонни» полностью отражает его содержание. На одном из этапов теста Бонни покидает пределы кадра, исчезая в темноте. После этого появляется марионетка под звуки музыкальной шкатулки, а из подарочной коробки выпрыгивает Фрейди. В третьем видео «Проверка звуковой реакции» сотрудникам Фазбер Энтертеймент дают инструкции, согласно которым Чика должна поворачивать свою голову в разные стороны в зависимости от звуковых сигналов. В середине видео гайд обрывается, и под оперную музыку появляется сообщение Чики. «Эта музыка заставляет меня чувствовать себя лучше, из-за неё я думаю о птицах. Я люблю птиц, они хорошенькие. Однажды я увидела спящую в снегу птицу, из-за этого мне снились плохие сны. В них ощущалось, что я сплю в снегу и не могу встать. Мне слишком холодно, вещи не дышат, когда спят в снегу. Я не могу дышать». На этом музыка обрывается, из-за Чика и появляется призрачный образ девушки. Следующее видео под названием «Предпоказ пиратской бухты» начинается с весёлого скетча, в котором Фокси зовёт детей присоединиться к его пиратской команде. Далее нам показывают души пятерых детей, одна из которых исчезает. Скетч повторяется второй раз, исчезает ещё одна душа, и на третий раз закадровый голос говорит «Вьюинг об исчете из прохимов. Дискаррд им медиа». После того, как все души исчезают, на экране появляется фиолетовый парень, который спрашивает у Фокси, что случилось, разве ему не нужна была публика. В следующей серии под названием «Несуществующее видео» появляются первые сюжетные наводки. После предупреждения о тревожном содержании видео и кусочка живого выступления Фредбера и Бонни, мы получаем описание костюма с пружинным замком. Если вкратце, костюм может работать как в автономном режиме, с металлическим эндоскелетом внутри, так и в режиме костюма для обычных работников. Пружинные замки отделяют эндоскелет от самого костюма, позволяя без проблем снять скелет. Костюм практически не представляет опасности, однако в случае обнаружения неисправности, его можно отправить на диагностику. Далее мы попадаем в офис охранника, где нас пытается напугать золотой Фредди, после чего на экране появляется текст «Четыре плёнки спрятаны в их пустых головах». Речь о плёнках, которые мы видели ранее. Нас также хвалят за то, что мы нашли пятую плёнку, после чего текст на экране обращается к кому-то конкретному. Позволь мне сказать тебе ещё кое-что, чего ты не знал. Перед смертью твоего брата в этом месте произошло ещё кое-что. Что-то не так с костюмами. Смотри. Я открою тебе секрет. То же самое случилось с твоим отцом. Это убило его. Но ненадолго. Он всё ещё там. Ты хочешь его найти? Я покажу тебе. Сзади, рядом с чёрным ходом, будет канистра с бензином. Твой отец будет в здании. Он будет выглядеть иначе. Но ты поймёшь, что это он. Тогда ты сможешь покончить с этим. Я знаю, что ты чувствуешь, Майкл. Это большая ответственность. Но когда это будет сделано, мы все будем свободны. Ты тоже будешь свободен. Может показаться, что это не так, но я верю, что твой брат простит тебя. Ты заслужил этот счастливый конец. Я работала всё это время, чтобы дать тебе такую возможность. Я люблю тебя, Майкл. Кажется, пришло время ознакомиться с подчастью. Или же поговорить о том, что принято называть лором вселенной ФНАФ. Уильям Афтон, или же фиолетовый человек, создатель аниматроников, убивает Чарли, дочь своего делового партнёра Генри, с которым они открыли семейную закусочную Фредбера. Душа девочки вселяется в аниматроника-марионетку. Тем временем в закусочной происходит инцидент, получивший название «Укус-83». Старший сын Уильяма, Майкл Афтон, смеха ради засовывает своего младшего брата Кэссиди в пасть аниматроника Фредбера, который прокусывает череп ребёнка. Душа Кэссиди становится частью костюма золотого Фредди, а семейная закусочная Фредбера закрывается, прокладывая дорогу в более крупной франшизе пиццерия Фредди Фазбера. Неясно, что именно движет Уильямом, однако он продолжает убивать детей, чьи души вселяются в аниматроников. Придя в пиццерию Фредди Фазбера, чтобы избавиться от улик, он высвобождает души убитых детей, которые тут же нападают на него, вынуждая недоброжелателя спрятаться в костюме пружинного Бонни. Из-за неисправности пружинного механизма замки срываются, и детали эндоскелета впиваются в тело Автона. Заключённый в роботе Уильям погибает. Спустя 30 лет после закрытия пиццерии, на её месте открывается аттракцион Ужас Фазбера, где в ходе раскопок обнаруживается Спрингтроп, аниматроник, одержимый душой Уильяма. Теперь, что касается сериала. Кассеты, по всей видимости, были записаны специально для Майкла. Вот только кем? В первой части ФНАФ, бывший охранник пиццерии, получивший прозвище «Телефонный парень», во время четвёртой ночи говорит «Телефонный парень является самым теннистом персонажем франшизы, но, вероятно, именно он указывает Майклу на то место, где находятся плёнки, записанные марионеткой». Таким образом, марионетка хотела подготовить Майкла к заданию, которое освободило бы все заключённые души детей, убитых его отцом. Узнав всю подогутную Фазбер Энтертеймент, он должен был сжечь аттракцион «Ужас Фазбера», в котором находился его отец. После этого выпуска следуют четыре короткие анимации. Именинник МП-4, мальчик с шариком МП-4, грустная девочка МП-4 и отец МП-4. В них нас продолжают знакомить с лором ФНАФ. Так, например, эпизод с именинником, в конце которого мы видим лицо мальчика с окровавленной улыбкой внутри головы Фредди, отсылает нас к укусу 83, произошедшему в день рождения Кэссиди. А в ролике «Грустная девочка» впервые появляется цирковая Бэйби, аниматроник, убивший дочь Уильяма Элизабет. Следующая серия «Видеогайд по ночной охране» начинается как обучающее видео для охранников, которым объясняют, как пользоваться камерами, светом и защитными дверями в ночном заведении. В третьем разделе «Возможные опасности» говорится, что аниматроникам разрешено бродить по зданию ночью, что создаёт угрозу проникновения аниматроника в ваш офис. Далее следует раздел «Я здесь», в котором Спрингтроп передаёт послание Майклу. Он говорит, что находится в потайной комнате в ванной, где очень хочет увидеть своего мальчика. В следующем видео «Проверка распознавания лиц» мужчина за кадром говорит, что собирается провести тест, в ходе которого в абоне будут показаны фотографии невиновных и осуждённых людей. Реакцией на невиновных людей должно быть лёгкое поднятие век, на осуждённых звуковой сигнал. Тест проходит без происшествий, пока мужчина не достаёт фотографию, которая внезапно триггерит Бонни. Аниматроник нападает на мужчину, после чего он нам показывает то самое фото. Это фотография Уильяма Афтона. Неудивительно, что Бонни, одержимый душой погибшего от рук Уильяма ребёнка, срывается при виде убийцы. Хотя в книгах, являющихся частью канона ФНАФ, говорится, что Генри, деловой партнёр Афтона, добавил специальный режим убийства при виде Уильяма в прошивку всех аниматроников. Звуковой сигнал «преступник» таким образом является запрограммированной реакцией аниматроников на объект уничтожения. В следующем видео, запись с камер наблюдений, мы видим диалог между Бонни и Чикой, а точнее между братом и сестрой, убитыми Уильямом Афтоном. Привет, Лукас. Как ты думаешь, на этот раз это будет он? Не знаю, наверное, нет. Где бы он ни был, я надеюсь, он сожалеет о том, что сделал с тобой. Ему следует извиниться, потому что ты очень хороший брат, и я не хочу, чтобы ты больше грустил. Спасибо. Пожалуйста, не плачь. Я знаю, что тебе грустно сейчас, но однажды тебя не станет. Мы отправимся в рай, потому что мы должны это сделать. Я так рад, что ты понятия не имеешь, что происходит. В следующем видео, компания PSA из-за кадрового голоса обращается к сотрудникам семейной закусочной Фредбера, говоря, что в связи с недавним инцидентом, старые аниматроники были заменены новыми, не использующими опасные пружинные замки. После этого видео обрывается, и диктор, вернувшись, даёт инструкции, что нужно отвечать посетителям на вопрос, куда подевались Фредбер и пружинный Бонни. На горизонте появляется золотой Фредди, который явно намерен доказать своё существование. «Меня не существует? Ты сказал, что ты сожалеешь и что ты любишь меня. Но я знаю, что это ложь. Ты не любишь меня. Ты всегда так говорил. Я тоже тебя не люблю. И я заберу тебя с собой. Так ты узнаешь, каково это. Перестать существовать». Таким образом, душа Кэссиди, заключённая в теле золотого Фредди, обращается к своему старшему брату Майклу, явно провергая слова марионетки о том, что он намерен его простить. Пропустим две короткие анимации, призванные скоротать время в ожидании новой серии, и перейдём к видео под названием «Анимационный мультфильм». Шоу начинается довольно безобидно, пока Чика не замечает два пустующих места за обеденным столом. Она идёт на склад, где находит фотографию их банды с двумя тёмными силуэтами, по-видимому принадлежащими Фредберу и пружинному Бонни. После этого дверь позади Чики закрывается, и мы переносимся на ромашковое поле, которое вскоре оборачивается пламенем, как бы передавая внутреннее состояние Кэссиди, отчаявшегося найти дорогу в рай. «Мы никогда не выберемся», — говорит Фредди, после чего на экране появляется текст, адресованный Чарли, дочери Генри, заточённой в теле марионетки. «Ты ошибаешься, и ты это знаешь. Мой брат чудовище. Он убил меня, и за него в моей голове не хватает деталей. А потом все сделали вид, будто этого не было, будто меня не существует. С чего ты взяла, что теперь он изменился? Перестань говорить, что он нас спасёт. Это неправда. Всё, что ты делаешь, причиняет нам ещё больший вред». Далее идёт обращение к пропавшим деткам, Николь, Лукасу, Энджи и Бенджамину. «Извините, мне всё равно, ненавидите ли вы меня за то, что я говорю это, но выхода действительно нет. Мы останемся здесь навсегда. Я принял это. Разве ты не можешь принять это тоже? Пожалуйста, я не хочу быть один». И это логично. Убийство Уильяма не поможет обрести свободу Кэссиди, ведь его убил Майкл. Таким образом, боясь остаться в одиночестве, он убеждает себя и других детей в том, что их план провален. Следующее видео под названием «Воспоминания» представляет собой кассетную запись чистосердечного признания Уильяма Афтона. Предлагаю вам прослушать оригинал. Воспоминания «Воспоминания» 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 and supposedly just got over it, right? Wrong. I'll never get over it. And the fact that he died isn't the only reason. You see, Michael did it. Not a surprise, most people know that. But it wasn't an accident. He keeps saying it was, but he's a liar. He hates me. And he hated Joseph. And, you see, Mike wasn't settled with being a failure and how I loved Joseph just so much more. So he tormented him, eventually killing him. And, you know, I mean, that's why I didn't love him in the first place. He was always a terrible kid, not worth my time. But now I hate him more than I ever have. Ever since he killed him, I wanted to put my hands around his neck and just squeeze the life out of his lungs. But, of course, if I ever did that, I'd get caught. I couldn't work because I was thinking too much about Mike. I couldn't concentrate on anything. Then I had an idea. Maybe. Maybe it didn't necessarily have to be Michael. It could be any other brand as long as I like him. Now, where do all of those children go? Well, Freddy Fazbear's pizza. And they, if they like Michael, they deserve it. I went up there about four times. Picked the worst kids of the bunch. Took them back and I gave it to them. It was hell for them, but it was heaven for me. And then I leave. Without the slightest bit of guilt. The name of Cassidy in this interpretation is replaced by Biblia Joseph. And this has a symbol of meaning. Because in Biblia it is so called любимого сына Иакова, ненавидимого своими старшими братьями. In the final series, we hear the thoughts of William, who was in the costume of Prujino Bonny. I remember that after the children of children, William comes to the pizzeria of Freddy Fazbear's with the goal of избавиться from the улиx, and that is to destroy the remaining animatronics. Lishish material, the духи attack the недоброжелателя, you have to be able to hide the costume of Prujino Bonny. Neispравность Prujino-Mechanizma приводит к смерти William. Spend 30 years in pizzeria a group of employees of the attraction of the U.S. Fazbear's, an example of the search for old equipment, capable of helping to create a weird atmosphere in the building. The workers find Springtrop and send him to the attraction, thus rescuing him. Springtrop is a part of the mesty. He is a part of the way he is. He is a part of the way he is for the 30 years, what he is doing in the detachment. Mariornetka видит в этом возможность положить конец их страданиям. Она отправляет Майкла сжечь аттракцион ужас Фазбера, и он делает это, сгорая вместе со своим отцом. В конце серии мы видим имена погибших детей, которые наконец обрели покой. Белый фон как бы символизирует их вознесение на небеса. Иосиф же, по всей видимости, прощает Майкла, и их эпитафия сопровождается словами «Снова вместе, в прощении и мире». По словам автора, у Уильяма нет в финальной сцене, так как он попал в ад. В отличие от канона, в котором Уильям всегда возвращается, здесь он погиб окончательно. Это шоу породило множество последователей, наполнивших Ютуб своими анимационными вееча с сериалами по лору ФНАФ, но помнят только первых. Сквимпус Магримпус создал не второсортный веб-сериал кишащий скримерами, а настоящий психологический триллер, полный интриги, переживаний и любви к первоисточнику. На этом всё. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...